Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я бы хотела с вами поболтать о начале похудения, вообще о похудении, так что кому интересна такая тема, продолжайте смотреть. Ну и я для начала хочу сказать, что я не психолог, я не медицинский работник, и к медицине не имею вообще никакого отношения, у меня даже нет медицинского образования. На каком основании тогда я вообще говорю и что-то рассказываю? Ну, во-первых, потому что вы меня спрашиваете, Тарас, а во-вторых, потому что я прошла уже через путь похудения, и я могу, оглядываясь назад, дать какие-то советы, так как мое похудение, оно не было легким, оно не было вот так, оп, и я похудела. Конечно же, у меня были на пути много различных трудностей, и я их преодолевала, и поэтому я считаю, что вправе поделиться с вами. Своим опытом. Также я хочу сразу же сказать, что я говорю только для тех, у кого нету проблем со здоровьем. То есть нету проблем с гормонами, с щитовидной железой, с, не знаю, с сахаром в крови и так далее и тому подобное. Нет никаких заболеваний, которые могут привести тем или иным образом к полноте. Я говорю исключительно о здоровых людях, которые хотят похудеть. Давайте с вами немножечко разберемся, почему же не получается похудеть. Ну и я уже говорила, что нужно начать с мечты, нужно начать мечтать, нужно мечтать настолько, что вы прямо вот будете проживать жизнь уже в том новом образе, о котором вы мечтаете. То есть даже мечтать настолько, что закрывая глаза, вы будете чувствовать какие-то, не знаю, эмоции, переживания уже той, о которой вы мечтаете. То есть вот прямо, чтобы вас изнутри захватывало сильное желание. И вроде бы здесь всё хорошо и всё понятно, и в принципе мечтать мы все умеем, и мечтать можно, и здесь нет ничего такого плохого. И многие начинают мечтать, мне об этом пишут, да, и начинают как-то выбирать какую-то схему питания, будь то какая-то диета, подсчёт калорий, БЖУ и так далее и тому подобное, здесь уже не важно. И начинают, и ничего не происходит. То есть вес, как он был, так он и стоит. Или не движется. Или движется, но очень-очень маленькими шажочками. Но, во-первых, я могу сказать сразу, что если он движется вниз хотя бы маленькими шажочками, это уже хорошо, и в этом уже есть плюс, да, значит, вы уже на правильном пути. Но есть у кого вес не движется неделю, две, три, может быть, даже наоборот появляется какая-то прибавка. Почему же так происходит? Да, я вроде бы мечтаю, вроде бы ничего не ем, и вроде бы заболеваний никаких нет, но вес не уходит. Здесь я буду, наверное, немножко жестокая. И я могу вам сказать одну фразу, которая, наверное, решает многое. Большой вес нужно прокормить. И невозможно, не имея никаких заболеваний, имея, грубо говоря, здоровое тело и все в этом духе, невозможно питаться маковой росинкой и при этом не худеть. Значит, есть что-то, что вы не усмотрели. Поэтому я считаю, что второй важный этап – это честность сама с собой. Это действительно очень важно, и об этом действительно нужно задуматься. Что здесь я имею в виду? Вот, возможно, вы выбрали себе какую-то диету, но при этом есть маленькие такие вещи, которые мы иногда не замечаем. Тем более, если, скажем так, с полнотой мы живем уже достаточно давно, то такие моменты мы не замечаем. Это, например, как было в моем случае, когда я накладывала кому-то еду. Я уже об этом говорила и неоднократно. Ложку в тарелку, ложку себе в рот. Ложку в тарелку, ложку себе в рот. Мы все женщины, но в основном меня, конечно же, смотрят женщины, и мы все готовим кушать. И есть такой момент – это пробовать еду. От этого никуда не денешься. Ее действительно нужно пробовать. Те же, не знаю, какие-то блюда на соль, на перец, скажем так, не пересолили, вы не досолили. И мы всегда пробуем. За этим тоже нужно следить. Вот вы представьте, да, здесь вы попробовали, здесь вы там, не знаю, облизали ложку, как вот не смешно это звучит, но это действительно так. Здесь вы там еще что-то, еще что-то. Мы же готовим завтрак, обед, ужин для всей семьи. Это как минимум, да. То есть одно дело, вы берете ложечку и чуть-чуть подносите, да, и вот буквально на, я не знаю, на кончике языка пробуете, а этого достаточно для того, чтобы попробовать, насколько вы посолили тот же суп, например. Или вы раз в пять подходите и по целой ложке пробуете. То есть здесь вот такой очень важный момент, и за ним нужно следить. И я говорила, что я за этим следила. Также, например, есть такие моменты, да, ну, допустим, вы приготовили плов на всю семью, да, вот разложили по тарелкам, и вроде бы ложку не облизали, и вроде бы все домашние все съели, и доедать уже не за кем, но в кастрюле осталось буквально четыре ложки этого плова. И вроде как бы на целую порцию никому не хватит, да, и выкидывать жалко. И мы что делаем? Ну, лично я всегда это доедала. И здесь уже, да, вы понимаете, что помимо того, что вы съели свою порцию, вы еще доели то, что осталось в кастрюле. Ну, это было так у меня, я не знаю, это, наверное, не у всех, но все же проследите за этим, за этим. Будьте честны к себе, да. То есть честно оглянитесь, что, где, где был какой-то косяк. Так вот, что делать, вот что я делаю вот с этими пятью ложками плова, которые вот ни то, ни сё. Ну, во-первых, я уже говорила, у меня есть собака. В конце концов, даже если у вас нету собаки, вы можете, не знаю, всегда есть какие-то бездомные пёсики, которые вы можете там собрать все остатки своей еды в контейнер, да, по крайней мере, те, которые тоже не доели дети, собрать и просто пойти покормить какую-нибудь бездомную собачку. Вы как бы и для себя хорошо сделаете, и для собачки хорошо сделаете, да. То есть, ну, вот всегда отдать животным, мне кажется, тем же бездомным, это всегда, ну, это доброе дело, да, мы здесь не будем спорить. И если всё-таки жалко, или эту бездомную собачку нужно где-то искать, и её нету поблизости, да, ну, всякие обстоятельства, или ливень, там, я не знаю, какая-нибудь плохая погода, ещё что-то, да, всегда есть какие-то обстоятельства, которые могут нас остановить. Что я с этим обычно делаю? Я перекладываю в маленькую мисочку, да, там, в тарелочку маленькую, и ставлю в холодильник, и кушаю на следующий день. То есть, допустим, если это чуть-чуть осталось, вот буквально там горсточка плова, к этому плову, если я, допустим, завтра буду готовить мясо, там, например, или какие-то тушёные овощи, да, я просто к этому плову положу себе тушёных овощей или свежих овощей, и вот мой полноценный ужин. За сутки с пловом ничего не произойдёт, мы все это знаем прекрасно, да, тем более, если он стоит в холодильнике. И вот мой ужин. Почему нет? То есть, не доедайте, будьте честны с собой. Некоторые, на самом деле, иногда даже не замечают, когда они, допустим, разворачивают ребёнку шоколадку, и чуть-чуть откусывают, и отдают. Это вот лично в моём случае было, ну, даже где-то незаметно, да, или сидя на диете, я там отламывала там у мужа кусочек, маленький кусочек шоколадки, и думала, ну, как бы, чё тут маленький кусочек, ничего страшного. Но за день у нас получается, попробовала суп, попробовала ужин, а ужин, что я готовлю, допустим, тот же плов, раз уж мы о нём говорим, да, попробовала плов, попробовала, там, я не знаю, доела за ребёнком, помимо своей порции, да, пока накладывала плов, съела пять ложек этого плова, потом осталось чуть-чуть в кастрюле, доела, где-то осталось три, там, я не знаю, помидорки, доела, потом осталась, там, одна четвёртая от кусочка хлебушка, доела, жалко выбрасывать, у меня тоже есть такая история, что жалко выбрасывать, потом, не знаю, откусила кусочек там, откусила кусочек там, и я как бы вроде бы на диете, да, то есть я ем как бы вроде овощи с одной куриной грудкой, но вот по итогу, если собрать всё съеденное за день, то калорийность не уменьшена, за этим моментом нужно очень сильно следить, по-другому просто, ну, ну, никак, да, то есть нужно, если вы видите, что ваш вес не останавливаетесь, вот прям, прям оглянитесь, посмотрите, значит, где-то что-то вы упустили, какой-то момент, я ещё раз повторяюсь, большое тело нужно прокормить, это действительно правда, и, ну, отсюда никуда не деться, опять же, я повторюсь также, что я говорю о тех людях, которые не имеют никаких проблем со здоровьем, и следующий такой момент, о котором я хочу поговорить, что многие, когда начинают, не оглядываясь назад, не прорабатывая вот этот момент маленьких, я не знаю, как их назвать, перекусов, наверное, потому что зачастую, кстати, даже вот девочки, которые пишут мне, я в них спрашиваю, а там, чем перекусываете, да, они говорят, нет, ничем, только фруктами, значит, это у вас получается, и у меня так было, это не перекус, да, это вот что-то такое, я даже не могу дать определение вот этим вот облизыванием ложек, доеданием за кем-нибудь, и так далее, и тому подобное, то есть, просмотрите, возможно, вы там, я не знаю, с утра не заметили, как съели конфетку, вот у меня действительно был такой, то есть, я могла просто проходить мимо кухни, открыла шкаф, достала конфетку, закрыла шкаф, развернула, съела, и пошла дальше мыть полы, и вроде бы, как бы ничего я такого не съела, ну, по крайней мере, мне так кажется. Кисуля пришла ко мне помогать, вот, но все же конфетка-то была съедена, да, и вот все вот эти вот моменты, обязательно за ними следите. Опять же, есть, например, тоже питание, правильное питание, да, которым тоже мне любят многие девушки писать, но здесь же тоже вопрос в порции, можно съесть отварную курицу, но можно реально всю курицу съесть, целую, да, а можно, не знаю, маленький кусочек, то есть, вопрос также в порции, да, обязательно смотрите на порцию, которую вы кушаете, можно съесть тушеные овощи, можно съесть их, как бы, кусочку куриной грудь, небольшую порцию этих тушеных овощей, а можно съесть целую огромную тарелищу, можно съесть эти тушеные овощи, там, с пятью кусками хлеба, а можно съесть вообще без хлеба, можно на овощи тушеные еще, например, налить майонез, почему нет, или мясную подливку, да, мы же как бы едим овощи, а то, что там еще подливка или майонез, мы обычно об этом забываем, даже не то, что забываем, а мы как бы сами себя обманываем, не хотим сами себе признаться, что все-таки есть где-то какой-то костей, всяк, я бы так это назвала, поэтому, если вы начали, и что-то идет не так, то есть не получается, вы понимаете, что вес не уходит, реально оглянитесь, посмотрите, вот проследите за собой в течение дня, что вот где-то что-то, значит, вот вы поели не так, а если вы действительно кушаете, там, я не знаю, одну куриную грудку, и только овощи, и все, и вес ваш не уходит, вот тогда, я считаю, нужно реально обращаться к врачу, к эндокринологу, идти, это 100%, и эндокринолог уже, не знаю, назначит вам какие-то анализы, и так далее, если будет выявлена какая-то проблема, то вы ее будете решать уже непосредственно с врачом, и здесь, ну, знаете, идет такая история, главное не навредить, да, поэтому обращайте на это внимание, и также хочу сказать, что многие, когда вот питаются так несколько недель, дней, у каждого по-разному, начинают думать о метаболизме, что во всем виноват метаболизм, что, не знаю, с возрастом невозможно похудеть, что, не знаю, там, еще какие-то моменты, да, я могу сказать, что с возрастом похудеть действительно тяжелее, хотя бы просто потому, что с возрастом все-таки люди меньше двигаются, да, есть какие-то там проблемы, не знаю, давление, там, еще что-то, да, когда необходимо уже, там, не знаю, днем даже полежать, или еще какие-то такие моменты, вот, например, моя мама, да, ей сейчас 60 лет, она за год похудела, я не знаю, честно, на сколько килограмм, не помню, но размера 60-62 до 56-58, это произошло у нее, ну, наверное, чуть больше, чем за год, я могу сказать, что действительно ей тяжелее, и вес у нее уходил намного медленнее, чем у меня, здесь, да, есть такая история, потому что, ну, все-таки моя мама не такая активная, как я, но все-таки можно похудеть, и в 60, и в 70, и в 80, можно похудеть, если взять себя в руки, если быть честной перед самим собой, это очень, очень важно, не нужно себя обманывать, я еще раз повторю, не нужно копаться, не нужно выискивать себе какие-то психологические заболевания, или, я не знаю, ускоренный, или там еще какой-то метаболизм, не нужно это искать, нужно быть честным, нужно честно себе сказать, да, я вот ем вот это, я ем вот это, найти источник проблемы, да, почему вы набрали вес, да, что происходит там, потому что бывает, кстати, я тоже знаю таких людей, которые, в общем-то, питаются правильно, в общем-то, небольшими порциями, но у них весь оставшийся день заключается в сплошных перекусах, я не знаю, там, чай с хлебом, с салом, с колбасой, то есть, постоянно вот это чаевничество, да, как мы это называем, и, конечно, калории набираются, то есть, просмотрите, вот почему вы сейчас поправляетесь, да, что вы кушаете такое в течение дня, что заставляет ваш вес идти вверх, и уберите это, и все. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось, оставляйте свои комментарии, всех люблю, целую, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok